Друзья, всем огромный привет! Привет из Крыма! Вы на канале Крым Глазами Местных, а значит сейчас вы посмотрите просто обалденный ролик. Сегодня мы с вами в Семизе, так что готовьте чай, плюшки, самые вкусные бутерброды, поехали! Мы стоим сейчас возле виллы Ксении. Как всегда, начнем наш путь с Кипарисовой аллеи, которая вот здесь расположена за моей спиной, аллея Аполлонов еще по-другому. Ее недавно отреконструировали, мы сейчас с вами все посмотрим и будем думать, как же это все будет выглядеть летом. Наверное, будет шикарно, потому что здесь кучу посадили розовых кустиков. вот они тут все перезимовали, подрезанные, красивые. И мы видим здесь с вами огромное количество скамеек, да? Мне кажется, это, знаешь, как чтобы вот точка притяжения, люди все будут гулять летом приезжать и все будут тут отдыхать в этой красивой тени кипарисиков. Вилла Ксения почему-то ничего не продолжает реконструировать. Она уже закрыта на ремонт, я не знаю, сколько лет, ну года четыре, наверное, да? По федеральной программе должны были реконструировать, что-то чуть-чуть доделали. Так стоит сейчас за забором, ничего не меняется. При входе сюда на аллею поставили такие большие вазы, горшки, не знаю, может, тут какие-то посадят туда деревья, может, оливковые было бы красиво. Но пока там мусор. Пока там, да, но очень умные люди, в кавычках, складывают туда свой мусор. Как всегда, надо отличиться, знаете, как в плохую сторону. Да, недавно здесь завершилась реконструкция. Убрали старую плитку, которая была маленькими такими квадратиками с намеком на брусчатку, но не брусчатка, просто плиточка была. И положили вот такие вот продолговатые гранитные, наверное, да, плиты. Они не скользят, что очень хорошо, но... Местные жители жаловались, кстати, последствия реконструкции. До сих пор... Это не одно дерево, посмотри дальше. Все кипарисы вдоль этой аллеи, они все, вот видите, с такими коцками, да, то есть они ободранные, бедные стоят. Ничего с ними не сделали, просто ужасно. Я тут не пройду поближе, просто бедные деревья, которых, грубо говоря, изнасиловали, да, вот таким своим отношением. Это должно было все одеваться в такую деревянную, да, оплетку, да, ставится, а потом начинается реконструкция. А у нас это ничего не сделали. Шикарные, более чем столетние кипарисы, вот теперь с такими ранами от реконструкции. Даже вот есть еще слезки. Смола с него вытекает. Язва реконструкция, я назову это так. К сожалению, очень многие деревья пострадали. Сейчас перепрыгну сюда. Так, ну тут ливнечки, смотри. Сделали, кстати, все скамеечки именные, если вам тут видно, семеис. Сейчас еще найду получше, чтобы было нарисовано. Ну, такие у нас Дионис тут. Что-то как-то я смотрю мало, всего три фигуры. Мне кажется, их было больше. Поставили новые урны. Что тут видно? Семеис вроде чуть-чуть отражается тоже. Нет, там просто была корявенька. А вот, что я хочу сказать, сухой фонтан. То есть, раньше здесь был нормальный такой чаша, да, такая большая, голубеньким покрашенным. Там был красивый фонтанчик. Его убрали и поставили вот такой сухой. Непонятно, зачем это было сделано, если честно. Сейчас выглядит уныло. Летом, я понимаю, тут будет какая-то водичка выплескиваться, вроде как ничего, но, тем не менее, нет вот этой, не будет той прохлады, которую создавал фонтанчик, который вот обычный, да, который мы привыкли. Мне кажется, от этого тоже будет какая-то прохлада, но с точки зрения вот архитектуры, да? Да, никак. То есть, просто ровное место теперь. Ровная дорога какая-то непонятная. Раньше всегда пытались сделать, знаете, как, чтобы это было красиво и практично. В любых скверах, в парках. Не забыла вот эти колонны, я не знаю, почистить, отбелить. Вот, почистить. Посмотрите, в каком ужасном состоянии. Посмотрите, там вообще плесень сверху. Плесень, не плесень, но можно было почистить. Как. Как. Здесь мы тоже с тобой, кстати, долго не были. Тут вот такие другие скамеечки какие-то поставили с большими мусорными такими продолговатыми урнами, да? Ветра нет, это хорошо. Но это тут нету, потому что мы в рощице, Славик. Сейчас зайдем вот на Диву, там будет, как всегда, улетать головами с мозгами в далекие-далекие дали и страны. Сейчас тут красиво не туда будет. Мы сразу ринулись сюда, да? То есть конкретная точка у нас именно вершина на Диве. Мы хотим пробраться туда. Когда-то давно ходили, даже Яна маленькая, у нас, наверное, ей лет 5 было, тоже забиралась с нами. Так, ну здесь открывается прекрасный вид на пляж Семейза. Ну, недавно отреконструированный, да, уже многие из вас, кто был летом здесь, отдыхали на нем. И смотрите, у нас еще с этой стороны видны заснеженные горы. Как же это красиво. Потрясающая картина. И сегодня еще тучки такие живописные. Просто отличная картинка. Друзья, посмотрите на этот можжевельник. Какой интересный ствол закрученный, весь перекрученный. Фантастика. А здесь, видите, стена укрепления. Это еще с древних городич здесь осталось. И вот недавно поставили вот такие вот указатели, что, внимание, прибрежная защитная полоса. Для чего, непонятно. Вот честно. Тут и дураку ясно, что здесь море рядом, поэтому прибрежная полоса. Зачем лишние деньги тратить на эти стенды какие-то дурацкие, непонятно. Вячеслав, ты тут что, друга себе нашел рыжего? Под цвет своей курточки? Киса. Ой, киса, испугался. Ты чего, пуганный такой? Ой, какое море, какой цвет, фантастика. В Семизе всегда оно красивое. В любое время года постоянно такой вот нежно-голубой, бирюзовый. Кстати, я смотрю, и люди туда тоже взбираются. Кто-то там есть. Ветра нет, супер. Ветра нет, супер. Сегодня погода просто идеальная. Я не знаю. У нас несколько дней шли дожди. Немножечко потеплело после вот этой снежной и холодной погоды. Шли дожди. Было очень некомфортно. Такое, знаете, настроение было не очень. Сегодня тоже утром моросило немножко. Но потом небеса. Решили нам показать всю красоту. Показали солнышко. Я говорю, поехали в Семиз. Посмотри, как красиво. Еще заснеженные горы. Вообще картинка фантастика просто. Сейчас будем спускаться. А потом подниматься. Но зато стоит того картинка. Боже, какое море. Это просто супер. Два языка тролля. Один в ту сторону, один в эту. Теперь надо быстренько спуститься по ступенечкам. Они уже такие достаточно хоженые, скользкие. Аккуратненько надо. Слушай, ну сколько раз приезжали и попадали просто на ужасное ветрище, да? Которое ужасно просто сдувал. В последний раз мы когда приезжали, был тоже такой штиль. Мы тогда полетали на ФТВ классно. Но мы не заходили наверх. Времени не было. Спускаться всегда легко. Подниматься будет чуть сложнее. Летом, в принципе, можно там по камешкам пройти и сразу на пляж. Но нам придется идти вверх-обратно. Потому что там, скорее всего, заливает. И в обуви в такой не пройти. Так. Сейчас я... Камни уже не очень удобны. Ну вот, ветер начинается. Начинает сильнее. Все сильнее и сильнее. И гонит волну как. Ух! Так, погоди, надо подумать. Остатки скалы Монах остренький. Раньше здесь была такая длинная, острая скала. Ух! А в 27-м году во время землетрясения ее подбило, а потом штормами добило. Так, да, на, вот эту вот штучку. Сюда вроде пока не доставало. Ну, хотя тут, смотри, уже помост такой сделали. Раньше карабкались. Да это уже давно тут деревянный помост. Не ходила. Ай... О, тут разбило, видишь? Ага. Ага. Ну, теперь начинается самое интересное. Скользкое. Отполированные до блеска камни. Так страшно. Где-то вот слышишь, буквально тут залог просто бушующее в море, которое разбивается. А камни с таким грохотом, знаешь? Так, ну что, начинается подъем. Ого! Ветра нету, блин, капец. Смотри, не стуши. Смотри, как стихи. Ага. Ух! Вот это ветрище. Куда? Какая-то жесткая, конечно. Вообще, дождь с такой силой. Да. А так хорошо на той стороне. Солнышко, ветра нет. Но в море, конечно, ветер бушует. Может, утихнет все-таки. Да, ничего тут не утихнет. Кстати, вот отсюда мостик, да, идет? Да. Вот как раз, видишь, за пять. Да. То есть летом вы можете здесь пройтись над морем. Очень красиво и немножко страшно. Уху! Не буду выключаться! Ни фига себе! Надо держаться, реально аж сносит ветер. Просто. Жесть. Полетали, называется. Встали вам старые кадры полета. О, красиво! я чувствую сейчас телефон прям с кармана ветер достанет и унесет в море вот это жесть ну что запускаем дрон тут я скоро улечу не должен дрон ужас ой как тут красиво все но очень сейчас холодный ледяной ветер просто летом конечно поприятнее когда здесь тепло но зимой зато видно заснеженные вершины место от которого сносит крышу прямо в путь ледоват шуть какая наконец-то укрылись это называется крыша возвращайся реально я нос перестал чувствовать место невероятное по своей красоте по тем видам которые здесь открываются но просто неимоверно сейчас ветреная просто катастрофа мы ели там удерживались наверху чтобы блин нас не снесло становишься поперек ветра и тебя уносит просто хорошо что есть поручни хорошо что здесь обустроена ступень и каждый может туда забраться а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И так получилось. Поехали. Юля говорит, покажи крутую смотровую. Здесь даже свадебные фотки делают. Язык тролля. Сейчас я... Спущусь. Покажу спуск. В принципе, Юля осилила. Она только что сюда сходила. На инстаграм я снял. Сторисы с ней. Фоточки поделал. Горит, иди, покажи на канал. Ну вот, в принципе, вот здесь если пролезть... А, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Продолжение следует... Раз, 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 раз. О, так, продолжаем. Вот такой у нас язык тролля. Сейчас, посмотрите, какой камень, да? На чем он... На чем он держится. Повернись, какая красота. Покажись народу. Ой, какая красота. Сейчас ветра. Нет, не надо уносить ветром. Такая лапонька, вы посмотрите. Чудо-киса. Ну, честно говоря, мы не понимаем, зачем нужно было делать здесь реконструкцию. Сейчас он как плац, да, какой-то? Нет, ну, это был, не знаю, плац-дар, не плац-дар, но была, по-моему, неплохая плиточка квадратиком такая. Ну, типа брусчаточка, да, какой-то свой шарм и создавала. Стиль такой более, да? Фонтан был хороший. Сейчас все как-то ровно вот так вот. Как-то, ну, знаете, как вот бездушно. Бездушно, да? Да, ну, в общем, решать вам, друзья. Может быть, летом, когда здесь все, вот, розочки начнут свистеть, все будет зелено и красиво, может, будет выглядеть все по-другому. Ну, на данный момент вот так. Кстати, друзья, вот видите, сейчас как бы незаметно, да, но это глициния. Посмотрите, какой у него красивый ствол. Он даже здесь цементом, да, вот так вот как-то отреставрирован, залеплен этой глицинией, говорят, больше ста лет и садил ее, сажал ее мальцов, основатель семизы. Не знаю, один из них, который, наверное, уже не сам, самый первый. Но, тем не менее, говорят, что ей вот больше ста лет, и она такая очень красивая. Здесь, когда цвести начинает, это прямо место для фото потрясающее. Подъехали к границе дачи Медведчука, а тут коты такие голодные, что они просто сладкие круассаны едят. Смотри, какой шикарный кот. Это или шотландец, или британец, он шикарного окраса, посмотри. Смотри, вот куда. Глянь, она прямо кидается на пирожок. Е-мое. Хорошо, что мы сюда заехали. Вы хоть хлеба с кефиром поглотали, ну и хорошие. Вот здесь внизу, ну, чуть меньше, чем через год, должна быть набережная. Причем, ой, кисонька, ты аккуратно тут бегает под ногами. Причем, вот видите, один из участков, вот такой отбойник, да, для волны, вот как раз мы видим внизу сейчас. Сегодня понедельник, техника работает, там вот экскаватор какой-то большой стоит. Вот, слышно, как работает экскаватор. Он насыпает огромные, видимо, камни. Вот это делает насыпь, чтобы море не попадало. Славик меня зовет, говорит, быстрее сюда, быстрее. Что, Вечерслав, тут мизи? Макси здесь кто-то пролазил. Сеточки почти нифига. Да, собственно говоря, я так понимаю, здесь будет типа того, как в Симизе, вот на, рядом с источником Айпанда, да, вот всем уже известный отреконструированный пляж с большой отбойной стеночкой. Сверху будет набережная, внизу будет место, где будут располагаться шезлонги, зонтики, в общем, впрочем, все остальное, да. Сейчас пройдем, найдем паспорт. Вот он как раз висит, паспорт объекта. Паспорт? Да. Так, начало производства работ 31 марта 2021 года, окончание 20 декабря 2022 года. Да. Через год. Ну, я же говорю, да, чуть меньше, чем через год. По федеральной целевой программе. Очень приятно, что вот протяженность нового пляжа будет 207 метров. Отлично. Ширина 30 метров, два лестничных схода, две буны, да, как минимум, да, или сколько там, по 62 метра. И волновом 60-метровый. Это вот этот как раз-таки, да, получается. Так, вот мы когда-то снимали с той стороны. Кто не видел этот ролик, сейчас будет подсказки сверху, посмотрите. И вот здесь вот будет набережная. А здесь чуть дальше тоже много частного сектора. Многие, наверное, отдыхают. Не в центральной части семьи заснимают жилье, а именно вот здесь, да, считай, восточная часть. Но здесь, если дрон запустить, то охрана, охрана дачи Медведчука сразу портят, перехватывают, топят оборудование. В общем, вот так они поступают. Хотя туда даже не летишь, где-то рядом поднимаешь дрон. Вот было у Игната Солошенко была ситуация, он вообще там вверху где-то поднимал дрон, а они, зараза, перехватили и утопили его. Я не знаю, что он делает, вот какие-то работы производятся. Через 11 месяцев увидим результат. С этого же самого места и поснимаем. В общем, друзья, такая прогулка получилась. История Крыма мало кому интересна, социальные вопросы вообще по просмотрам. Вводят канал в днище, да. Будем снимать море, горы, красоту. Так что, кто подписался, обязательно возвращайтесь, подписывайтесь на канал. Будем показывать интересные кадры, а впереди сезон и много-много всего нового. Спасибо.